Миллионный ВИЧ-инфицированный пациент будет зарегистрирован в России еще до наступления нового года. Такой прогноз озвучили специалисты на пресс-конференции, которая сегодня в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом прошла в офисе благотворительного фонда Тимура Исламова. Здесь же прошел круглый стол с участием волонтеров, руководителей медучреждений, работающих с ВИЧ-инфицированными, диспансеров, городских больниц и самого СПИД-центра. Медработники рассказали, что есть и хорошие новости. В Новонабежных Челнах, в отличие от других городов России, зафиксировано снижение прироста больных по сравнению с прошлыми годами. Однако тут же отметили, что смертность все же растет, как в нашем городе, так и по стране. Кроме того, СПИД взрослеет. Если раньше мы говорили, и наши основные профилактические мероприятия шли на то, что мы читали лекции, проводили профилактические мероприятия со школьниками, студентами, то есть на сегодня это люди более старшего возраста, еще раз говорю, 30-39 лет и 40-49 лет. ВИЧ не щадит ни взрослых, ни детей. Самому старшему заразившемуся 97 лет, а самые маленькие – груднички, уже с инфекцией появившиеся на свет. Всего в нашем городе проживает 10 детей, которые с рождения имеют такой диагноз. Как считает Оксана Шейгарданова, наиболее эффективный вид борьбы с чумой 20 века – это антиретровирусная терапия, которую проводят для больных в спеццентре, причем бесплатно. Обсудили на круглом столе такую проблему, как встречающаяся у многих зараженных низкая дисциплина и порой элементарная безответственность к своему здоровью и здоровью окружающих. Они совершенно не предохраняются, где-то они находят гонорею, сифилис, а взовен, увы, дают ВИЧ-инфекцию, так скажем, неравномерный обмен такой. ВИЧ-инфицированных больных лисить очень тяжело. Они, как правило, болеют сложной формой туберкулеза, распространенной формой, туберкулезным менингитом, туберкулез диссиминированный, бациллярная форма, распространяющая у туберкулезных больных, как правило, лекарственную устойчивость. Продолжение следует...